О-о-о! Всем привет! Привет! Добро пожаловать в влог на пару! Я уже забыла куда! Влогресенье! Да! И сегодня у нас волшебный день! Почему же волшебный? Просто потому, что мы все вместе! Да! Вот! И первое, что мы хотим сделать, это напомнить вам! Пишите, пожалуйста, вопросы! Пишите, пожалуйста, вопросы, связанные с Новым Годом! На все остальные вопросы мы будем обязательно отвечать! Но после Нового Года! Когда делать будет нечего! Да! У нас осталось всего 28 дней, да? До наступления Нового Года! Ну, да, наверное... Всего 28 дней и еще меньше времени нам для того, чтобы ответить на ваши вопросы! Поэтому пишите, пожалуйста, вопросы, связанные с Новым Годом, и мы обязательно на них ответим! И сегодня у нас вопрос, первый вопрос! Первый вопрос задала Алина Кузина! Нет! Первый вопрос, на который мы будем отвечать... Это другой вопрос! Какой? Ниже ничего! Ну, не вопрос, а под вопросик такой! Уточнение! Уточнение, да! Может быть, вы просто тоже об этом подумали, но не решились написать! А вот Наталья Гагарина, да? Да! Написала! Что же такое перочистка, про которую я в прошлый раз рассказывала? Наталья, вы не одинокий! Когда мама начала мне рассказывать историю про перочистки, я тоже спросила, а что это такое? Ну, просто когда мы были... Будь здорово, Манечка! Когда мы были школьниками, у нас не было шариковых ручек! Да ладно? Да! Как же вы жили? У нас были ручки с перышками! Одиннадцатый номер! Ух ты! И когда перышко вводишь по бумажке, бумажка эта иногда цепляется! Да ты что! И тогда буковки получаются расплывчатые и некрасивые! Вот чтобы цепля... Вот всё, что нацепилось на перышко, прочистить, были такие перочистки! Ну, то есть... То есть это перочистка! Да! Перочистка! От слова перо! 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 Вот! И вот эти вот как раз то, что я рассказывала из тряпочистки! А я думала перотехнические какие-то вещи! Вот между этими тряпочками там всунешь это перышко и вот так вот чик-чик-чик почистишь! Ай, чик-чик! Это перочистка! Господи! Поэтому я и спросила маму в прошлом видео, а нафига она нам сейчас? Я сказала, что её нужно вытретировать! Господи! Как много уже будет ненужных вещей после того, как вы станете стариками! Мне сегодня сказали очень интересную вещь! Я говорю, это же из друзей! Ну, фразу одну! Это же из друзей! Это классика! На меня парень посмотрел, говорит, они же, наверное, вышли тогда, когда ты ещё была маленькая! Я говорю, ну да, мне лет 14 было! Какое у нас разное детство! И я себя почувствовала старой! Ну, вот смотрите, никто же не удивляется и не спрашивает, а что такое перочинный ножик? Нет, потому что он нужен! Он же перочинный! Он же, ну, подтачивает пёрышки! Да, но теперь им открывают письма, и он называется нож для... Письма на e-mail, что ли? Нет, теперь он называется нож для письма! В общем, всё! Следующий вопрос! Кино! Следующий вопрос задала Ирина Годунова, правильно? Правильно! Наверное, да! И следующий вопрос! А что? В условиях липкого снега слепите ли вы снеговика-почтовика? В условиях! В условиях! Это, знаешь, это как скороговорка! Шит колпак не по-колпаковски! Надо колпак переколпаковать, чтобы колпак был шит по-колпаковски! Ну что? Снеговик-почтовик! А вот почему именно почтовик я не поняла! Вот почтовика я не знаю, слеплю ли я или нет! И вообще, что это такое? А так мы вообще, когда бывает снег у нас, у нас редко бывает такой вот снег! Но мы любим лепить снеговик! У нас даже есть фотография такой славная! У нас был снеговичок! Да, не очень большой, но он был! Мы ему что-то в нос прибабахали, сделали из листочков ему, глазки, по-моему! Он получился очень прикольно! Так что лепим, лепим! Вот, лепим-ка и слепим! В условиях липкого снега! Мы слепим снеговика, но не знаю, насчёт почтовика! И если у нас будет такой снег, условия такие будут... Мы его сфоткаем, мы вам покажем! Мы его обязательно сфоткаем! Конечно! Да! Следующий вопрос задала Алина Кузина! Наконец, Алина, наше с вами время пришло! А то нас тормозили всё время! Ну, самый интересный вопрос, который вот... На который я хотела бы как раз ответить... Я спросила маму, будем отвечать на этот вопрос? Да! Да! Обязательно! Давай сегодня ответим! Каждый Новый год нужно встречать в чём-то особенном или вы на это забиваете? Ну, в цвете там определённом... Да, очень много рекомендаций в интернете, в журналах, везде пишут! Я как раз сейчас макияжи делаю на своём канале, потому что многие написали, что макияжи должны быть синий, зелёный... Честно вам скажу, мы в это не верим! По одной простой причине! Вот мы сейчас обсуждали это всё! По одной простой причине, что Новый год и все эти приметы... Наш Новый год! Я вообще на людей просто поражаюсь! Вот эти приметы... Где наш Новый год и где тот, про который приметы? Это китайский Новый год! И все эти приметы связаны с китайским Новым годом! А китайский Новый год 19 февраля, я тебе сказала! Ну, какого-то февраля там всё время плавающая дата... Ну, вот в 2015 году 19 февраля всё это происходит! Вот в этом мы верим, и мы стараемся 19 февраля следовать этим приметам! Да ладно! Ну, иногда, но мы встречаем всё равно этот Новый год китайский, Но в наш Новый год вот эти приметы к нашему Новому году вообще никак не относятся! Абсолютно! Это просто развлекаловка такая! Козы вообще ещё не видно! Был такой у нас фильм «Сатурн почти не виден» Про разведчиков классный фильм «Коза почти не видна!» Это всё равно, что иностранцам в Рождество думать, в чём бы встретить, в каком цвете Рождество! Это вот вообще не имеет одно к другому отношению! Поэтому нет, вот конкретно к этому мы так относимся! И у меня есть одно моё любимое платье, которое я практически всегда в Новый год одеваю! Потому что она такая красивая, что, ну чё ж, один раз в год хотя бы одевать! Она шикарная! Да! Вот, поэтому я вот так, я считаю его таким новогодним! Надо мной бывший муж всё время смеялся! Нафига одевать в 12 часов каблуки высокие, платья, чтобы буквально через 10-15 минут всё это снять! Ну, надо встретить Новый год! Красиво! Ну да, потом посидели, посидели, переобулись, пошли на улицу! Да! Всё! Замечательно! Сегодняшний фильм, который мы вам рекомендуем посмотреть, я думаю, что многие его видели! Это очень популярное кино! И это... «Дневник Брежит Джонс» Да! Ну, в основном там первая часть происходит под Рождество, а может быть и все... Нет, по-моему, только первая часть! Очень прикольный фильм! Мне вообще так нравится, как англичане фильмы снимают! Как они одеваются прикольно! Удивительно просто! И это, конечно же, фильм с Колином Фёртом! Мы его очень любим! А, то есть эту самую ты пропускаешь! «Арина Зельвегин» и «Хьюг Грант»! Нет, ну, мне больше всего там нравится Колин Фёртом! Ну, Хьюг Грант, конечно... Там придурка на кого-то играет! Ну, и, конечно же, Руне Зельвегер! Как её можно обойти стороной? Слушайте, вот... Ну, не знаю, конечно, можно ли говорить такое в эфире, впрямом? Может быть, меня вырежут! Но я когда в этом фильме услышала, что эта девочка ходит всё время в одних и тех же трусиках и только прокладки меняет, я вообще чуть не угорела! А я не помню этого! Это вообще караул просто! А я не помню! Ну, пересмотрите фильм! Надо посмотреть! Я не помню этого! Я только помню, как она писала, что этот придурок в дурацком свитере! Ну, и всякое такое! А мне ещё очень понравилось, как она там суп синий сварила! Да, это было классно! Итак, посмотрите это кино! Я думаю, что вы не пожалеете! Там несколько частей, и скоро выйдет новая часть, по-моему, книжки, да? Книжка уже вышла! Книжка, фильма тоже! Вот, так что мы ждём с нетерпением! Книжка сначала на английском вышла, потом уже даже, по-моему, на русском вышла! Ну, я всё равно читать не буду, я лучше фильм посмотрю! И благодарности! Ну-ка! Давайте выкладывайте на стол все благодарности! Опять с меня! В прошлый раз я говорила первое! Как без злопамятных! Я очень долгая память, да, у меня! Долгая память! У меня сегодня благодарность природе! Я так благодарна, что вышло солнце! Сегодня был очень такой солнечный день, да, ну, ты всё проспала! Такой солнечный день был! Такая ясная погода была! Вот идёшь прям, я настолько осклепла от солнца, что у меня даже слёзы потекли, представляете? Не от мороза, а именно от солнца! Ну, просто замечательная погода была! Так что я очень благодарна этому дню! Ну, это была такая муть у нас, пасмурно в Москве! Ужас! Вот, а сегодня был такой чудесный день! А я благодарна тому, что наступает уже вот то время, что везде готовятся к Новому году, везде музыка играет, новогоднее настроение, и я очень благодарна тому, что вот так поднимает настроение всё вот такое новогоднее! Я сама сказала, что тебе сказали, фу, какая занудная музыка! А мне нравится музыка новогодняя! Я люблю, у меня она заседает в голове, потом крутится, 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 и я уже без музыки даже в хорошем настроении пребываю! И ещё я благодарна тому, что у нас есть куча разных сочетаний вкусов, и вот я второй вечер подряд, или второй день подряд уже экспериментируюсь с разными чаями, с которыми можно экспериментировать только к Новому году! Вот! Вот так вот! А я сегодня ролик сняла, а завтра я его выложу! Ух ты! А я тоже сняла и выложила ролик! Чё-то никто не смотрит, правда! Но я его выложила! Вот! Про макияж и про то, как наклеить ресницы! Ой, кто-то меня спросил! Ах, макияж мой, макияж! Кто-то меня спросил по поводу видео с ресницами пучком, пучками, пучком всё, пучком! Есть такое видео, оно немножко раньше было снято, так что смотрите! Я недавно прочитала рекомендации Скарлетт Йоханссон по поводу красоты, она сказала, что она приклеивает только пучками! Пучками надо приклеить! Если, говорит, у вас один пучок будет больше другого, это сразу будет заметно, так что следите за... За пучками! Пучками, чтобы они были чисто симметричны! Да! Вот! Надо пучками всё наклеивать, это я знаю, все знают! Вот! И всё! Ничего себе! Подарок не подарили и всё, говорит? А надо подарок дарить? Кино! Ух ты! Нас хотели провести! Ну-ка, давайте вашу корзиночку! Ой! Восяка! Чё, нам подарок надо дарить? О! Держи! А сегодняшний подарок! Прекраснейший! Одно на раму уже как кем, господи! Здрасте! Восемь! Давно было! Шесть! В общем, это... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... Это десятый подарок! Десятый подарок! Так, и это лак-спрей для волос с блеском... У нас остается 15 дней! С блеском, придающий блеск, да! Это суперская вещь, он ещё со вкусным запахом, деми-мур, звёздное средство! Так пахнет деми-мур! Так пахнет деми-мур! Вонючка какая! Очень вкусно пахнет! Это средство от деми-мур, звёздное, и мы кладём его в нашу корзиночку! Вот! А поместилось как-то! Да! Вот! Ну, а теперь мы с вами обнимаемся! Сильно крепко! Сильно крепко! Желаем вам счастливого доброго утра! Всё! Всё! Удачного дня! И спокойной ночи! Пока-пока! Пока-пока! И Бася тут пришла! Ой, поцелуйчики, поцелуйчики! Где наши поцелуйчики?